Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 августа, Православная Церковь совершает праздник Успения Пресвятой Владычице Нашей Богородице и Преснодевы Марии. Ко времени своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим. Слава Ее, как Матери Божией, уже распространилась по земле, и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь. Но Бог хранил Ее от врагов. Дни и ночи она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню. Воскуряла здесь Фимиам и преклоняла колено. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред Ним. В одно из таких посещений Голгофы пред нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил ей пальмовую ветвь. Матерь Божия вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором успении. «Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословению Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней. Настал третий час, когда должно было совершиться успение Пресвятой Богородицы. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного света, и сошел сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев своего Сына, Божия Матерь воскликнула, «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, обозе, спаси моем! Яко презре на смирение рабы Своя!» и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал ее в обители вечной жизни, без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне. Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивна и успение ее, как воспевает Святая Церковь. «Бог Вселенной показует на тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы, и во время рождения Он сохранил твое девство и во гробе соблюл от истления тела твое». Благоговейно и со страхом, лобызая Пречистое Тело, апостолы освящались от Него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных с верою и любовью, прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению ее Пречистого Тела. Святые апостолы Петр, Павел и Аков с другими из числа двенадцати апостолов, понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Преснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской святозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию. Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование Пречистого Тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение, поклониться святым останкам Преснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на небо. Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась сама Матерь Божия и сказала «Радуйтесь! Я с вами во все дни!» Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя, часть Господа, и воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Этим было положено начало чину возношения Панагии, обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, которая и до ныне хранится в монастырях. Дорогие братья и сестры, сегодня совершается празднование икони Софии, премудрости Божией, Новгородской, а также чтимые иконы Успения Божией Матери, Киево-Печерская, Авиновская, Пскова-Печерская, Семегородная и Пюхтицкая. Празднуются иконы Божией Матери Моздокская, Ацкурская, Цилканская, Влахернская, Владимирско-Ростовская, Гаинацкая, Бахчисарайская, Чухломская, Сурдекская и Тупечевская. Я сердечное тепло поздравляю всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть предстательство и молитвенное ходатайство пред Господом, Царицей Небесной, пребывает со всеми вами. Прекрасных роз небесный аромат, Тебе я приношу, Святая Дева, На Твой светлейший лик взирать я рад, Благословен Твой плод и Твое чрево. Успения мы празднуем сейчас, В чертуге восхождения Пречистой, У плащеницы плачу Всякий раз, И вдохновляюсь Образом лучистым. Сияет он величием небес, Своей благословенной тишиною Прославлен совершением чудес Смирения высокою волною. Редактор субтитров А.Семкин